Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Владимир Уразов, инспектор по пропаганде Управления Госавтоинспекцией МВД России по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, уважаемые телезрители! За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано более 270 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили более 11700 нарушений правил дорожного движения, в том числе 17 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 12 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения, а также 3 водителя сели за руль транспортных средств повторно в состоянии опьянения. Выявлено более 270 нарушений, связанных с управлением тонированным автомобилем, 52 нарушения срушили пешеходы, а также выявлено 26 нарушений, связанных с перевозкой детей. 2 декабря примерно в 13.30 в Старожиловском районе на 55-м километре автомобильной дороги Рязань-Ряжск 28-летний рязанец, управляя автомобилем Киарео, совершил столкновение с автомобилем той же марки и модели под управлением 26-летнего жителя области. В результате ДТП оба водителя, а также пассажира Киарео, 31-летняя женщина и годовалый ребенок получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются. Очень много ДТП произошло в связи с нашими погодными и метеорологическими условиями. Вот какие рекомендации вы можете дать нашим водителям, чтобы не стать частью этой большой статистики ДТП? В первую очередь стоит напомнить водителям о том, что в правилах дорожного движения есть пункт 10.1, который гласит о том, что водитель должен ввести свое транспортное средство со скоростью не превышающей установленной, учитывая при этом интенсивность движения дорожные и метеорологические условия. Это, наверное, самое главное при выборе дистанции, при выборе скоростного режима в таких погодных условиях, которые у нас сейчас наблюдаются на территории Рязанской области. А если говорить о таком важном аспекте, как резина на автомобилях, то есть на летней резине сейчас уж точно при таких-то метеорологических условиях не погоняешь, уж там до ДТП вообще рукой подать. Что вот посоветуете по поводу резины и классические споры, что лучше липучка или шипы, что вот посоветуете водителям в этом направлении? То есть у нас, во-первых, наступил такой зимний период, то есть у нас с 1 декабря по конец февраля у нас обязательно установка зимней резины. Независимо, будь то она шипованная, либо не шипованная, липучка-то, как говорится, в простонародье, либо всесезонная резина. То есть на них есть определенные маркировки, которые позволяют управлять транспортными средствами в зимний период. То есть когда у нас и пониженная температура воздуха, и образуются какие-либо осадки, выпадают. Ну и насколько я знаю, запрещено эксплуатировать автомобиль, если три колеса – это резина, допустим, зимняя, и одна – это летняя, или, допустим, три шипованных, а одна – липучка. Эксплуатация в таком же случае также запрещена автомобиля. У нас в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, четко прописано о том, что на одну ось транспортного средства должна устанавливаться резина с одинаковым протектором, и, соответственно, по сезонности тоже должна быть одинаковая резина. Другой важный вопрос – это, наверное, работа стеклоочистителей, что также важно, особенно при таких обильных осадках. У нас эта неделя выдалась довольно суровой в плане зимы, у нас безумно много осадков, они, кажется, идут целый день и целую ночь. Вот что по работе стеклоочистителей? Важно, достаточно ли того, что водитель может с утра выйти все смахнуть, и стеклоочистителей работа вообще не учитывается? Или важно, чтобы и они работали, и на их исправность тоже обращает внимание инспектор? Безусловно, то есть перед тем, как совершить какую-либо поездку, водитель должен проверить свое транспортное средство на соответствие ее требованиям техническим. То есть горит ли у него свет, все ли у него лампочки исправны, да, то есть ту же самую работу стеклоочистителей, про которую мы сейчас говорим. То есть при выпадении каких-либо осадков образуется и снежное налипание на стекла, и налить в том числе. Поэтому очень важно, чтобы стеклоочистители со стороны водителя, они были в исправном состоянии. Вот, также это касается и обдувы ветрового стекла теплым воздухом. То есть, и, скажем, за это предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, где административная санкция предусмотрит административный штраф в размере 500 рублей. Просто, наверное, тоже важно заметить, почему мы про все эти тонкости говорим. С одной стороны, это кажется несущественно, что там очистил не до конца, очистил фары, очистил не до конца лобовое стекло, боковые стекла. Просто это все тоже ведет к росту числу ДТП, который, наверное, вот на такой дороге сейчас в наших погодных условиях может провоцировать ДТП. И еще лишние-лишние часы стояния в этих пробках, пока там все рассосется, пока дорожный поток будет все объединять, и путь от работы домой или от дома до работы значительно увеличится там от нескольких минут до нескольких часов вот из-за таких водителей, которые пренебрегут такими простыми требованиями безопасности. Но тогда и такой вопрос. А вот сотрудники госавтоинспекции, они как-то вот в такие погодные условия увеличивают ли свои наряды, увеличивают ли свои патрули, или работа продолжается в штатном режиме? Да, безусловно, когда у нас происходит, скажем, резкое изменение погодных условий, выставляются дополнительные экипажи, которые патрулируют не только, скажем, наш город, а также и трассы федерального значения усиливаются, потому что там зачастую скорость движения намного выше, и дорожная обстановка намного напряженнее. Поэтому сотрудники госавтоинспекции патрулируют данные трассы с включенными проблесковыми маяками, во-первых, профилактируя снижение количества дорожных транспортных происшествий, и, во-вторых, это чтобы оказать ту или иную помощь водителям, лицам, кто оказался в сложной ситуации из-за ухудшившихся, так скажем, погодных условий. Владимир, спасибо большое за беседу. Мы вот поговорили с вами о советах нашим автолюбителям, то есть взрослым людям. Сейчас мы переключимся на нашу вторую часть беседы с вашей коллегой Александром Тюриной, уже поговорим о юных участниках дорожного движения, естественно, уже не в качестве водителей, а в качестве участников дорожного движения, как и пешеходов, или даже просто детей, которые играют вблизи дорожной части, к сожалению, и такие случаи есть. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. С водителями все понятно. Для них основные правила мы напомнили, как не попасть в ДТП, как свой автомобиль подготовить к такому зимнему периоду. Но вот вы инспектор, который непосредственно занимается пропагандой безопасности дорожного движения именно среди детей школьного и дошкольного возраста. Какие рекомендации вы дадите нашим ребятам и их родителям, чтобы безопасно провести зимний период без приключений? Каждое время года предъявляют к участникам дорожного движения дополнительные требования. В зимний период тоже, конечно же, такие требования есть. Гораздо усложняется жизнь не только у водителей, но и у пешеходов в том числе. А детям-пешеходам особенно сложно. Очень часто детей-пешеходов не видно из-за больших сугробов. Очень часто их не видно в темное время суток, если они не используют на одежде световозвращающие элементы. Поэтому мы проводим большую профилактическую работу как с самими несовершеннолетними, так и с их законными представителями, для того, чтобы в обязательном порядке в темное время суток на верхней одежде детей использовали световозвращающие элементы. Лучше всего, конечно же, приобретать уже рюкзаки школьные, на которых есть эти световозвращающие элементы, либо одежда. Сейчас это большое разнообразие и куртки, и кроссовки, и ботинки, и шапки, и все что угодно. Если же нет таких элементов, то необходимо приобрести любые какие-то аксессуары, прикрепить их, и чтобы ребенок был заметен в темное время суток. Второй вопрос – это когда переходит дорога по пешеходному переходу, необходимо сделать акцент, что машина мгновенно остановиться не может. И взрослые должны дать детям понятие тормозного пути транспортного средства. И выходить даже на разрешающий, на зеленый сигнал светофора, даже на пешеходном переходе, можно лишь только когда полностью убедились, что машина остановилась и пропускает вас. Для детей это действительно бывает сложно. Конечно же, в первую очередь отвлеклись от любых гаджетов, так, чтобы хорошо дорога была видна. И, скажем так, взглянули на эту дорогу из-за сугроба, нужно понимать, что водителю тоже обзорность все закрывает. И включены дворники, идет, например, снег, как вот уже целую неделю мы в этом живем. И поэтому водителю достаточно сложно ориентироваться. То есть, резюмируя все сказанное, если ребенок подходит к дороге, первое – это гаджеты сразу убрать, второе – это дождаться, когда светофор переключится на разрешающий, то есть, увидели зеленого человечка, выглянули, убедились, что автомобили остановились, и только тогда начинаем идти, потому что особенно сейчас, в наше время, то есть, не глядя на то, что дорога могла и обледенеть, но даже выпавший снег, как сейчас, допустим, у нас метель идет, может стать тем, что причины, по которой тормозной путь водителя будет увеличен. С детьми, понятно, которые переходят дороги, по нерегулируемым, наверное, правилам те же. То есть, просто остановиться, выглянуть, дать водителю понять. Но, ребята, дети, особенно вот как раз, наверное, до 14 лет, но, может, кто и старше, любят играть вблизи проезжей части. Будет больше снега, выпадет у нас больше снега, и часть горок у нас уже перекочует ближе к дороге, естественно, неофициальных. Дети могут и снежками кидаться вблизи дороги. Что вот здесь можно сказать? Какое наставление дать, наверное, не столько детям, а сколько родителям, которые могут напомнить им об основных правилах, которым им нужно придерживаться? Зимние забавы, конечно же, замечательные, но действительно, когда они все-таки находятся где-то на закрытой площадке, там, где нет точно движения транспорта. Родителям в первую очередь стоит обращать внимание, когда отпускают детей кататься с горки, чтобы эта горка не проходила рядом с трассой, рядом с дорогой. Бывает так, что машины тоже достаточно в горку какую-то поднимаются или спускаются, может автомобиль уйти в так называемый занос, и водитель не всегда может предвидеть свои какие-то действия. Рядом катаются дети, которые буквально могут выехать на проезжую часть. Поэтому в первую очередь родителям контролировать, где их ребенок находится и где катается. Следующий вопрос. Если ребенок идет кататься на лыжах или на коньках, нельзя ни на лыжах, ни на коньках, ни на санках пересекать проезжую часть даже по пешеходному переходу. Пешеходный переход, поэтому и называется пешеходный, что идем по нему только пешком. Соответственно, ребенок берет с собой лыжи, кладет в сумочку коньки, приходит на закрытую площадку, покатался на коньках на лыжах, опять снял, надел нормальную обувь, и только в нормальной обуви переходит проезжую часть. Это тоже важно. Если совсем маленькие дети дошкольного возраста и везем их в детский сад, например, на санках, особенно если эти санки сзади, вот на веревочке, ну, сейчас многие санки такие же, как коляски, здесь более безопасно, скажем так, а вот если санки сзади и за веревочку, то небезопасно так пересекать проезжую часть, и рекомендуется, чтобы ребенок встал с санок, взяли ребенка за руку и перешли на другую сторону дороги, только после этого вновь ребенок садится в санки. Есть даже особенности поведения родителей, как мы зимой держим ребенка за руку. Вы наверняка такого даже не слышали. Дети носят варежки и перчатки. Если мы, как обычно, берем ребенка за руку, то в какой-то критической ситуации он может просто вырваться, и в руке у нас осталась эта его варежка. Поэтому лучше всего держать ребенка за запястье, чтобы он наверняка не вырвался при переходе проезжей части. То есть вот такие какие-то особенности зимой, они, конечно же, есть. И еще один вопрос, который такой бывает очень актуальный, но мне кажется, сейчас в этом году, по крайней мере, родители более трепетно, наверное, к своим деткам относятся. Ни в коем случае нельзя привязывать никакие ватрушки, снегокаты и другие средства к транспортным средствам, к автомобилям и передвигаться. Конечно же, это может быть весело, но это точно небезопасно. Все предыдущие годы у нас фиксировались дорожно-транспортные происшествия именно вот когда привязывали подобные ватрушки какие-то или снегокаты к автомобилям. Был даже смертельный случай. Особенно это актуально было на парковках рядом с торговыми центрами. Молодежь как-то собирается, и многие там несовершеннолетние ребятки были. Важно помнить, что сотрудники госавтоинспекции, увидев такое нарушение, могут применить административные санкции. Это перевозка людей вне кабины транспортного средства и составить административный материал по статье 12.23 части 2. И за это предусмотрено административное наказание. Если про случаи, когда дети играли рядом с проезжей частью и несчастных случаев, когда водитель с таким ребенком устроил ДТП, на моей памяти нет. Я не знаю, фиксировались ли они или не фиксировались за все время. Но как раз про случаи, когда на ватрушках, на тюбингах катаются сцепленные с автомобилями. Да, к сожалению, такое бывало. И, к сожалению, такое бывало у нас в Рязани. То есть это случай, который взят не из практики российской госавтоинспекции, а именно из рязанской. И то, что за это существует штраф, это тоже очень любопытная информация. И это, наверное, даже не столько нашим родителям, а сколько уже, я думаю, это подростки преимущественно этим занимаются. То есть это ребята 18, 20, 25 лет, которые решают, что это весело и ничего не произойдет. Вот, к сожалению, такое может произойти. Поэтому, наверное, главное это и родителям, и родителям совсем юных детей, и родителям в целом, родителям напоминать детям, как вот надень шапку на улицу, так и, пожалуйста, хоть эти правила и кажется, что очень очевидны, но их важно и нужно соблюдать. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем. А это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok